всем привет продолжаем изучать актив мкью прошлый раз мы послали очень очень простое сообщение виде стринги сегодня мы отправим объект но не простой объект а джейсон 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 так и так и так сервер у меня запущен сервер mq и тут перед тем как делаю приступить наткнулся я значит искал сравнение rabbit и active mq нашел сайт stack share и которые которые предоставляют некие возможности по сравнению некоторых технологий и и и вот эта строчка вот эта строчка меня просто огорчает то есть какой смысл я вот сейчас буду распинаться но не распинаться вот смотрите это mq 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 active mq то есть он ну вот просто смотрите вот а юзит три тысячи две тысячи кавка и 135 до статы тут ни разу не репрезентативные но это неважно можно еще косвенно увидеть над на гитхабе количество количество звездочек да и еще 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 что можно увидеть так это так где здесь google трендс где-то google трендс был чего а почему заблокирован эй а почему как у google трендс заблокирован что происходит о разблокировали и смотрите смотрите насколько даже если та статистика не репрезентативно ни разу то вот как часто ищет active mq в принципе тоже о многом говорит о востребованности технологии принципе я еще посмотрел посмотрел некоторую 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 производительность пропускную способность то актив актив скажем уступает уступает арабито арабито кролику а кролик уступает кавки здесь кстати я вот еще в прошлый раз упустил этот момент проморгал вот здесь смотрите сказано что поддерживает только 1.1 то есть спецификацию gms 1.1 поддерживает спецификацию 1.1 я зачем-то прошлый раз скачивал вторую версию значит если кому надо вот это учтите 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 а кому нужна будет допустим gms 2 версии то есть альтернатива альтернатива в виде 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 артемиса в виде артемиса в принципе все то же самое что и актив что и вот обычный актив мк но он поддерживает gms 2.0 так что я еще хотел сказать так посылать мы будем объекты но мы не простые объекты будем посылать мы будем посылать объекты в виде джейсона в виде джейсона в виде джейсона почему в виде джейсона посмотрите смотрите apache activemq это месседж брокер в ритм бла 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 с gms rest and websocket интерфейсами и поддерживают различные протоколы и благодаря этому благодаря этому использовать данный брокер может можно использовать на очень разных на очень разных языках по моему даже уже проще сказать на каком они не поддерживаются именно вот по этой причине по этой причине мы будем посылать мы будем посылать джейсона потому что джейсона это в наше время некий универс универсальный формат с помощью которого мы можем обмениваться с приложениями которые написаны на абсолютно других языках так вроде предварительной спичи я все что хотел сказал ну что хотел сказал посоветую все же вот этот сайт то есть если вы не знаете не знаете то можно получить какое-то некоторое представление о технологии чем они хороши то есть вот здесь люди люди выбирают да и чем они плохие да статистика тут такая сомнительная но 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 основные позиции они будут где-то близки и близки тому что есть на самом деле окей ладно давайте теперь напишем напишем наш код напишем наш код так мы продолжаем работать где работали то есть вот наш наша папка м актив там у нас есть консюмер и продюсер и продюсер так нам нужно нам нужно добавить следу поскольку мы собираемся использовать конвертер конвертер json нам нужно добавить следующую следующую библиотеку вот это вот то есть идем и добавляем jackson core jackson core то есть мы будем посылать объект и принимать объект виде json то есть мы будем конвертить туда-сюда окей 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 давайте создается создадим какой-нибудь объект я предлагаю вот такой вот клик 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 допустим у нас не очень популярный сайт и мы собираем некую метрику некую метрику чем пользователь у нас юзать что он использует почему не очень популярны потому что у этих mq пропускная способность скажем не самая лучшая но для небольших сайтов подойдет поэтому давайте представим что мы собираем некие метрики для этого я заведу допустим вот такую перемену которая будет каким-то образом как характеризовать имя 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 экшена то есть чем конкретно пользователь воспользовался и допустим вот такую вот вот такой вот стринг и здесь здесь они стринг а я хотел из тоже каунт и сколько раз он воспользовался данной метрикой допустим мы посылаем вот от каждого пользователя допустим раз в час раз час собираем где-то это каким-то образом это складируем а потом отправляем складируем отправляем как-то вот так допустим может это не лучший вариант но наша наша основная цель немножечко все же другая окей вот наш объект вот наш объект который мы будем скажем так сериализовывать сериализовывать теперь нам нужно нам нужно создать специальный давайте я все специальный бин который у нас будет ответственен за конвертацию за конвертацию и джессона и обратно так я вот прямо в этой папке м актив создам актив конфиг ну что просто в одном месте было актив конфиг помечу configuration configuration и здесь я создам соответственно бин который 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 у меня за это все дело ответственно бин и здесь вот такое вот мне обычное моппинг вот эти вот конвертеры мне нужно моппинг джексон то месседж конвертер поскольку вас потому что очень speak прикольная штука что есть вот такая прикольная штука это значит вот те за кто знаком скалы уже сразу поняли в чем дело в чем дело но это нам ламбук поставляет это из ламбук нам такое сокращение то есть вы выведение типов и отныне я буду пользоваться время от времени этим так здесь мне нужен маппинг вот то есть вот здесь мне не нужно прописывать дополнительное поле что вот у меня вот такого типа нет 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 будем пользоваться уже выведением типов это повторюсь из ламбука так что подключайте ламбук круто это реально круто потому что java java она все же многословно все же многословно так теперь мне нужно установить set type property и здесь мне нужно контент тайп установить тайп контент тайп и так месседж конверта и мне нужно set type mapping пишу коллектанс и вот это вот я использую так у нас будет клик и клик класс так это все все мне нужно чтобы у меня чтобы у меня корректно корректно все это дело трансформировалось так и я поскольку это у нас метод бин который конструирует бин мне нужно вернуть бин вал тот кто не знает это значит что это переменную нельзя переприсвоить я правда точно не знаю но поскольку у нас существует вар и и они очень-очень похоже то как у скале название то я предполагаю что все же семантика точно такая же а если точно такая же то это подразумевает что эту переменную нельзя переприсвоить то есть содержание внутри там можно изменить ее то есть вот мы присвоили сердце но переприсвоить я не смогу так вот у нас есть конвертер у нас есть объект теперь нам нужно все это дело отправить все это дело отправить значит где я отправлял я через контроллер отправлял через контроля так 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 мне нужно gms он воспользоваться опять конверт конверт то есть у меня вот конверт and send то есть поскольку мы указали конвертер явно конвертер явно то вместо дефолтных конвертеров там вот стрингу нам скажем так есть какой-то какой-то конвертер который все это дело умеет умеет простые вещи конвертировать но если мы хотим что-то сложнее то нам нужен какой-то реализовать конвертер и вот мы его реализовали так 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 я вот хочу немножечко подправить я не хочу немножечко подправить а мне здесь придется немножечко подправить мне нужно собрать объект мы же клик отправляем так вал нажимаю клик клик теперь я клику я сэт сэт нейм я вот этот вот воспользуюсь вот этим сэт неймом вот этим сэт неймом и и и и и и клик и мне нужно 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 сэт сэтка у нас контроллеры работают в отдельных потоках поскольку у нас все работает на сорвлетах а сорвлеты у нас запускаются в отдельных потоков поэтому чтобы вот здесь я хочу рандомное число запихать мне нужно использовать трет локал трет локал будем рандомные из 20 будем рандомные 20 тут отдавать так и мне все это нужно еще отдать клик так и последнее что я хочу сделать я хочу немножечко подправить вот здесь вот сэнд да и допустим сэнд и плюс плюс плац 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 месседж окей так предлагаю запустить и проверить запустите проверить то есть как у нас все это дело отображается в очереди на нашем сервере актив мкью так сервер подняли и давайте отправляем ну давай опять что-то не хочет не хочет отлично отправился отправился наш сэнд теперь идем так о ничосе ничосе а почему в дэд а почему в дэд а почему в дэд непонятно кстати вы можете темплейты свои на настройки лысинар тоже настроить здесь вот есть разные настройки вот я еще хотел показать то есть зависимости что вам нужно как то более тонко если настроить и темплейт вы можете дефолтно настроить если у вас какой нибудь один 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 destination то есть можно можно все это дело как то организовать в одном месте и описать ладно 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 я не очень понял почему 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 это все оказалось в дэд латере дэд латере это все дело мне очень очень не нравится так разобрался разобрался проблема в том что я консюмер консюмер то оставил и вот этот метод у меня работал а я же теперь отправляю объект джейсон и у меня там куча куча ошибок он не знал как обработать и поэтому это письмо отправилась в итоге в дэд дэд лэта понятно понятно зато теперь как работает то есть то есть если у нас консюмер не может прочитать он настроен на эту очередь но он не может прочитать то письмо у нас перемещается автоматом дэд лэта окей зато я сейчас отправил я вот сейчас отправил джаву И давайте посмотрим, что у нас, что там у нас объект типа JSON, вот объект типа JSON, и name java, и count. Окей, теперь давайте прочитаем все это дело. Я остановлю сервер. Так, давайте теперь все это дело прочитаем. Пишем снова GMS. В принципе, кстати, давайте я вернусь вот сейчас в контроллер. Получать сообщение можно, скажем так, синхронно. Вот у темплейта есть метод receive, можете receive. Если по каким-то причинам нужно, имейте это в виду. Так, но мы будем писать вот таким образом. Мы не будем, мы будем сразу принимать все, все очереди, все сообщения из очереди и писать их сразу, как только поступили. Теперь пишем public, 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 void. void, снова void. Так, процесс, процесс, клик. А здесь я так и пишу клик. Клик. То есть, у нас там JSON, но у нас есть конвертер. Конвертер, конвертер, конвертер. Который все это дело будет конвертировать. Так. И receive. И плюс клик. Клик у нас классно отпечатывается, потому что мы воспользовались аннотацией из ламбука data. Он реализует автоматический метод toString. Окей. Теперь давайте запустим, и мы должны увидеть, что у нас отпечатывается строчка, строчка. Вот это вот. Name Java Count 9. Итак, как мы видим, клик Name Java 9. Давайте еще ради интереса, ради интереса. Еще отправим в то, что есть Java Pro. Так, сообщение отправлено. И сообщение получено. Отлично, отлично, отлично. Теперь, теперь я хотел бы сделать еще следующий. У-у-у-у, как у меня все, как у меня все повисло. Так, отвисло. Отвисло. Смотрите, иногда, иногда вы хотите отправить ответ. Вы хотите отправить ответ, что письмо было получено. И здесь есть вот такая удобная штука, называется Send to. И куда-куда, куда этому, то есть можно отправить. Я предлагаю вот такую очередь, SuperQ. Answer. Answer. Окей. Ну, а здесь мне немножечко, немножечко исправить. Во-первых, стринг. И мы вернем. Допустим, I got. И здесь, так, клик и getName. Вот так вот, вот так вот создам. То есть, то есть, это своеобразный ответ. И он вернется в очередь. И он вернется в очередь. Из этой очереди у нас может быть, может. А, давайте запустим. Давайте запустим. То есть, у нас создается дополнительная очередь, SuperQ.Answer. И в ней будет сообщение стрингового. I got. И то, что мы отправили. Так, отправлю скалу. Отправил скалу. Теперь, теперь. Иду в очереди. У меня должна появиться новая очередь. Вот SuperQ. И эта очередь у меня, которая, скажем так, отвечает за некие ответы. И вот, I got скала. Окей. Ну и, в принципе, можно было написать еще один листинер, который, 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 вот эту очередь читает. Эту очередь читает. То есть, скажем, это своего рода подтверждение, что сообщение было доставлено. Вот таким образом можно делать все это организовать. Пожалуй, пожалуй, на этом все. То есть, что мы сделали? Мы научились отправлять объекты в виде формата JSON. Почему именно JSON? Почему, почему? Потому что ваша система может использовать вот этот брокер для взаимодействия с приложениями, которыми написано, как вы видим, ну, тут, наверное, языков 20. О, какие 20? Наверное, штук 50, как минимум. То есть, на очень различных языках. А почему? Потому что реализуют протокол, разные протоколы. Разные протоколы, в частности, с том. Ну, кому интересно, зайдите, почитайте. Есть, то есть, там пишут всякие клиенты. Вот, видите, здесь для взаимодействия C использует STOM. Клажеры используют OpenWire, OpenWire, я даже не знаю, что такое. Здесь STOM. То есть, разные-разные возможности взаимодействия с данным брокером. У разных языков есть. Но мы работаем по Java. Мы работаем по Java, и мы, у нас, это все дело, кстати, здесь OpenWire, через GMS, через GMS, через интерфейс GMS. Окей. Вот такие дела. Изучайте Spring, изучайте Spring. See you next time. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok